Камила просто идеальна. Иностранцы восхищаются талантом Валиевой. В сети появилась подборка с тренировок Камилы Валиевой по танцам. Иностранные любители фигурного катания написали массу приятных слов в адрес 16-летней ученицы Этери Тутберидзе. Напомним, 16-летняя Валиева является чемпионкой Олимпийских игр 2022 в командных соревнованиях. Помимо золота Пекина, в 2022 году она также выиграла индивидуальный турнир на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева, действующая обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Вот что можно прочесть в сети про Камилу. Чудесная и прелестная Камила Валиева. Камила – яркая, как солнце девочка. Такими изящными движениями в мире больше не может похвастать никто. Глядя на нее успокаиваешься. Сегодня я уже посмотрела этот ролик несколько раз. Теперь опять вернусь к нему завтра. Она хороша во всем, за что бы ни бралась. Фигурное катание, танцы, балет, работа моделью. Когда мы уже увидим ее в качестве актрисы в каком-нибудь фильме. Великая Камила. Камила – это русский бриллиант. В ее движениях отражается душа русских людей, которые любят искусство, и которые за счет своей кропотливой работы способны позволить нам прочувствовать свои духовные начала. Благодаря Камиле здесь, в Италии, вас очень ценят. Волшебная девочка. Камила Валиева – навсегда номер один. Она действительно лучшая. Равных ей на самом деле не отыскать. Валиева настолько талантлива и все еще так юна. Не подражаема не только в фигурном катании, но и в танцах. Я восхищен тобой, Камила. Эта юная леди будет легендой. Сумасшествие. Она просто идеальна. Валиева начала заниматься фигурным катанием в Казани в три с половиной года. Ее первым тренером была Ксения Иванова. Семья Валиевых перебралась в Москву в 2012 году. И Камила продолжила заниматься фигурным катанием в Сор Москвич. С 2012 по 2018 год фигуристка поменяла трех тренеров. До 2014 года училась у Марины Кудрявцевой, 2014-2015, у Игоря Лютикова. А в 2015-2018 годах, у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева. Из-за травмы сезон 2017-2018 получился для Валиевой неудачным. Летом 2018 года она попала в Самбо-70 в группу Катери Тутберидзе. Валиева, первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. На юниорских соревнованиях она превзошла рекорды баллов в произвольной программе и по общей сумме – один раз. На соревнованиях среди взрослых она превзошла рекорды баллов в короткой программе – два раза, в произвольной программе и по общей сумме – три раза. Обладательница текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов. Вторая фигуристка в истории. После Александры Трусовой. Исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Вторая женщина в истории. После Софьи Акатьевой. И первая среди взрослых, приземлившая в одной программе тройной акселей три четверных прыжка. По состоянию на 17 февраля 2022 года занимает шестое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. 11 февраля 2022 года стало известно, что допинг-пробы фигуристки от декабря 2021 года оказалась положительной. Обнаружен триметазидин. В связи с этим церемония награждения победителей в командном турнире была отложена, рассматривался вопрос перераспределения медалей и допуска фигуристки до личного турнира. 14 февраля 2022 года спортивный суд СИЭС отклонил апелляции МОК. World Anti-Doping Agency ИСУ и разрешил валиевые выступления на Олимпиаде 2022. Хотя суд СИЭС запросил информацию об обстоятельствах дела, так как даже для процессуального решения потребовался разбор обстоятельств по существу, но окончательный вывод суд СИЭС примет в отдельном процессе после получения полного комплекта доказательств со стороны защиты. Напомним 15 апреля прошло шоу, посвященное юбилею заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Анатольевны Тарасовой. На лед вышла олимпийская чемпионка Камила Валиева. Во время проката она упала с тройного флипа, но затем сумела чисто исполнить его уже после программы. После этого Валиева поднялась к Тарасовой и около двух минут беседовала с ней.